Девушки отдыхают Ты, Ешоа, который дал нам вечную жизнь. Мы благодарим Тебя. Амин. Недельный раздел Торы «Шимот». Это 13-й раздел Торы, кстати, мое любимое число. И он открывает вторую книгу, которая называется «Исход Шимот». И назван, конечно, как положено по значущим словам первой книги «Шимот на Исраэль и вот сыновья Израиля». И он начинается с первой главы, конечно, первый стих и завершается шестой главой первый стих. О чем же говорит эта глава? И о чем же говорит эта глава, я там советую почитать самим. Но я все-таки вам скажу о чем. Там говорится о рождении Моше, там говорится о том, как народ Израиля начал заводить Богу. Бог услышал, родился Моисей. Он потом проходит история жизни Моисея, призвание Моисея. Моисей творит свои дела, уходит в пустыню Медиамскую, да, вы помните. Ну и потом призвание Моше для служения, вот на служение Господу. Глава очень интересная, им можно там действительно много чего интересного. Перед тем, как готовиться к этой Торе, я просмотрел буквально всю Тору, которую комментировали наши братья вот в течение, вот именно в нашей общине, за определенный период времени. Вы знаете, интересно, очень интересно. Причем каждый видит какой-то нюанс со своей стороны. Поэтому, ну я опять же буду говорить со своей стороны, я буду комментировать, я не буду конкретно говорить по стихам. И я хочу поговорить о призвании Божьем. Как людям исклонны идолизировать других людей. Знаете, есть такая у нас, ну такая хорошая, наверное, черта характера – идеализировать других людей. Мы приписываем им какие-то несуществующие добродетели, или наоборот, когда-то видим что-то такое не очень хорошее, мы закрываем на это глаза. И все зависит от наших отношений к этим людям. Но если они наши друзья, то что? Ну конечно, все, что они делают плохо, это, конечно, уже хорошо. И мы их прощаем, мы покрываем их. И мы… О, а почему у меня 10, 15? Вот, вот, видите, как только Рэба приехала, уже на 5 минут Тора сократилась. Я буду стоять твердо. Вот, видите, мы склонны идеализировать людей. Хорошо. Ну смотрите, Моисей, если мы посмотрим на Моисея, то мы действительно можем увидеть в этом плане эту тенденцию. Мы говорим о Моисее, и мы говорим Моисей. Да, мы видим его. Но если посмотреть внимательно, реально, почему Бог призвал Моисея? Что не было достойных людей? Да были достойные люди. Его брат, например, да, он никогда не спорил с Богом. Бог приходит ему, говорит, 80 лет прошло, говорит, твой брат, вот, выйдешь в пустыню к своему брату, пойдешь, и все будет хорошо, ну, и будешь ему устами. Он молча, без разговоров, боже, и пошел. А Моисея немножко по-другому. Если вот посмотреть Корей, да, помните, такой был товарищ Корей, начальник воинств, ну, там, поколений. Что он говорит? Он говорит очень интересные вещи. Он говорит, а что? Вы неужели с Аароном такие, ну, большие люди? Это, сейчас я вам скажу, какой стих. Это число 16, глава 3 стих. «И собрался против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы себя ставите выше всего народа?» Ну, то есть, если посмотреть глазами Кореи, у Моисея действительно были сплошные минусы, знаете, загибаем пальцы. Он родился в еврейской семье, да, в семье рабов, да, но он никогда не был рабом. Он не знал, что такое быть рабом. Он вырос в достатке, он вырос в довольстве, он не знал, что такое голод, что такое тяжелая работа. Ну, о чем можно говорить? Он был ассимилирован, преуспевал в мудрости египетской. Ну, супер, да, но он ничего не знал практически о своем народе. Смотрим дальше. Он попытался взять судьбу еврейского народа в свои руки, он начал что-то делать, но вынужден был бежать, да, но он не боролся до конца, знаете, вот как за идею, я буду стоять до конца, я сделаю то, что я хочу. Ну, простите, ну, сплошные минусы. Потом 40 лет он живет в доме своего тестя, и что? У него ничего нет. Он пасет овец своего тестя. То есть помните его Якова, да, 17 лет, и он мало того, что две жены, 12 детей, плюс сам богатый стал, еще и тестя сделал богатым. А тут вообще ничего, ну, минусы сплошные. Ты смотришь на него, и ты понимаешь, что, ну, человек вроде бы, ну, как бы и недостоин бы призвания Божьего. Ведь у нас есть представление, что человек должен быть успешен. Он должен быть сплошным позитивом. Смотришь на него и говоришь, да, я хочу. Вот смотришь и говоришь, ну, да, вот этот парень, наверное, должен быть. А Моисей, ну, Моисей, ну, что ты тут делаешь? И, а вы еще вспомните самое интересное, как он торговался с богом, когда он его посылал, да? Подходит он к кусту, он говорит, Моисей, Моисей, то смотрит и говорит, ну, что, ты кто? Он говорит, я бог Аврама Ицхака Якова, и я хочу тебя призвать. И начинается торг. Он слово, бог слова Моисей 2, он слово Моисей 3. Потом говорит, я косоязычен, ну, простите меня, так косоязычные не разговаривают. Косоязычный должен стал бы, и все. Понимаете, сама идея, о чем я хочу сказать. У нас есть понимание призвания Божьего. Мы смотрим на человека, ну, он стоит вот, ну, я тут, правда, много писал, но я понимаю, что времени уже мало. Итак, мы смотрим и говорим, ну, бог ошибся. Бог ошибся, почему? Потому что этот парень не должен здесь стоять. Что он делает за этой кафедрой? Слушайте, говорит не то, вообще делает не то, говорит какие-то непонятные вещи. А если покопаться в его вообще жизни, то столько там можно накопать? Ребята, ну, что, ну, это неправильное место. На этом месте, как говорил Юрий Николин, должен быть я. Ну, я, ну, потому что я лучше и прекраснее говорю, и бог со мной глубже обращается. Ну, просто никто этого не замечает. А я-то на самом деле я. А он что тут делает? Боже, ты неправильно выбрал. Ты, наверное, ошибся. Но, знаете, у бога не бывает ошибок. И ответ на этот вопрос мы находим в Писании, мы находим в книгах Нового Завета. И Ребе Шауль говорит, бог избрал немудрое миро для чего? Чтобы посрамить мудрое миро сего. Он избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значущее миро сего, чтобы никакая плоть не могла превозноситься перед богом. Понимаете, у бога свое избрание, знаете, оно, оно, это божье избрание. Бог суверенен. Бог делает то, что он хочет и как он хочет. Дух Господень дышит, где он хочет. И поэтому, когда бог призывает человека, он знает человека намного больше, чем знаем мы сами себя или другие люди. И когда человек отзывается, вот послушайте, с чего вся история начинается? 80 лет человек из народа Божьего не знает бога. Почему я так сделал? Он говорит, Маше, Маше, Моисей, он подходит, он говорит, я, ну, бог же джентльмен, он говорит, я бог Авраама, Ицхака и Якова. Не Моисей говорит, так вот ты какой бог Авраама, Ицхака и Якова. Он говорит, нет, я бог. И Моисей говорит, закрыл свое лицо, чтобы не смотреть на бога. Понимаете? Идея в чем? Идея в том, что когда бог призывает человека, он помогает человеку раскрыться в полноте. И Моисей в конечном итоге, да, он становится Моше Рабейну, Моше наш учитель. Он становится тем, кем мы его видим. Но процесс, это был процесс, процесс, когда он начинал, процесс, когда он рос, процесс, когда он был в доме фараона, когда он попытался что-то сделать своими силами, когда он бежал в пустыню Медиамскую, когда он пас овец. Потом, когда он услышал голос, бог будет звать каждого из нас по имени. Он не будет говорить там, нет, есть места, когда он говорит, кто пойдет для меня, да? Но очень часто он говорит Валентин, он говорит Александр, он говорит Паша, он говорит Татьяна, он говорит Николай. Он знает каждого по имени. Он говорит, и тогда нам только надо сделать, просто подойти и спросить, кто ты, Господь, что нам делать? Понимаете? И если посмотреть, Моисей, он-то и не горел идти делать Божье дело. Ну не горел он. Бог говорит, делай, а он сразу находит косоязычный парень, находит 268 отговорок и говорит, я не готов. Пошли кого-нибудь другого. Но у Бога есть план на Моисея, на Моше. И Моше, он совершает то дело, которое он совершает. И знаете, у меня осталось три минуты. Из этих три минуты я попробую раскрыть вам все, то, что было еще на 10. Самое главное – услышать Бога. Самое главное – услышать Его и сделать, и ответить на Его призыв. Очень важно, потому что мы иногда проходим мимо этих горящих кустов, они горят, полыхают, а мы идем дальше. Потому что у нас есть представление о том, как это должно выглядеть. То есть, я не знаю, гром загремит, сойдет колесница и скажет, ты, наконец-то, я тебе искал 100 лет. Давай-ка, иди. Я тебе дам все, что хочешь. Все люди падут вниз, ты скажешь слово, ну как в сказках. Махнул рукой, полетели корабли, левой рукой. Не будет такого. Бог скажет, ты пойдешь к фараону, но он тебя не будет слушать. А это я сделаю для того, чтобы моя слава была явлена. Ну, представьте себе, иди и сделай для меня мое дело, но ты будешь делать, а у тебя ничего не будет получаться. Он приходит, народ взывает, Господи, помоги нам, помоги. О чем взывает народ? О бесходе? Да нет, и народ взывает, Боже, верни Иосифа на трон, чтобы нам было хорошо, чтобы мы не были рабами. А Бог говорит, нет, выходим из этой страны. Оставляем это прошлое. Идем в новое. И народ говорит, может, назад вернемся, а? Моисей, ты что делаешь? Нам было хорошо, нам было прекрасно, нам было супер, а ты взял нас. Они забыли, что они были рабами, они забыли трудности. Понимаете? Поэтому, если вас призывает Бог, и вы идете за Его призыв, не думайте, что все будет легко. Вам придется платить цену. Бог будет шлифовать вас. Бог будет изменять вас. Бог будет делать вас в свое образ и подобие. Не будет такого, да будет воля моя, как твоя. Нет, твоя, как моя. Да будет моя воля на земле, как твоя на небе. Моя не получится. Богом нельзя управлять. Или ты играешь по Его правилам, или ты проходишь мимо горящего куста. И тогда ты не удивляешься, что на месте вот этого куста, на месте, на кафедре будет другой человек, что кто-то будет делать твое дело, и ты будешь говорить, ну на этом месте должен быть я. Должен. Но будет другой, кто ответит на призыв, кто заплатит цену. Это хороший пример для нас. Потому что, что мы ищем? Кого мы ищем? Что мы хотим сделать? Бог призывает каждого из нас. Написано, что мы призваны в Его благодать. Мы призваны по Его изволению. И нам нужно просто ответить. И быть готовыми платить цену. Платить цену, даже когда люди будут отворачиваться от нас, люди будут не слушать нас, люди будут улыбаться, глядя, как мы что-то делаем. У них, конечно, будет свое мнение. Но послушайте, есть Бог и есть вы. И Моисей, он является хорошим примером для каждого из нас. Вы знаете, спустя время родился, в Бетлихеме родился младенец. И не было в нем ни вида и ни величия. И пришли пастухи, они услышали, что родился царь иудейский, родился спаситель. Они пришли, там ребенок лежит, младенец. Он еще, наверное, был мокрый от мамы. И что? Они сказали что-то. Они радовались, небеса радовались. Прошло время. Ешуа висела на кресте. И все кто-то смотрел и думали, ну ничего себе. Ты должен был спасти нас, и что с тобой произошло? Послушайте, но Он явил величие спасения. Он воскрес, и мы сейчас результат Его служения. Поэтому хочу вам сказать, отвечайте на Божьи призывы, не бойтесь. Во имя Ешуа. Господи, благослови нас быть открытыми к Тебе. Благослови нас слышать Тебя. Благослови, Боже, отвечать, Боже, на Твои призывы. Боже, пусть Твоя благодать имелась для каждого из нас. Она будет явлена каждому. Мы нуждаемся в Тебе. Мы не хотим, Боже, проходить мимо кустов горящих. Мы хотим быть теми, кто отвечает. Мы хотим быть теми, кто действительно является, как написано, мужем по сердцу Твоему. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»